А знаете, кто в продуктах разбирается лучше, чем шеф-повар? Лучше, чем шеф-повар. Люди те, кто привозит эти продукты, кто их производит, но в нашем случае сегодня речь пойдет о бустрицах. Дима Шенгерский, мой друг, товарищ и брат, он, конечно, их не производит, но он знает о них все, потому что он является одним из крупнейших, наверное, поставщиков в Москву, в западную часть России, а у тебя там где-нибудь центрально берут? Конечно, конечно. Значит, в России? Да, в России, да. Я его попросил сегодня рассказать об бустрицах, ну, то, что он знает, потому что когда-то я, я вообще люблю бустрицы, и когда-то я как раз к Диме и задавал вопросы, типа, Дима, а что, как, где, зачем, почему? И на сегодняшний день нету в интернете ничего такого интересного, чтобы погрузить каждого из моих подписчиков или вообще людей, чтобы люди знали поэтапно, что такое бустрица, откуда берется, какие варианты, как ее открывать, как есть, как проверять, где покупать, и, в общем, все-все-все об бустрицах. Вот, это Дима, он все расскажет. Давай, как ты говоришь? Всем здравствуйте, да? Всем здравствуйте. Здравствуйте, рассказывай с самого начала, типа... С самого начала, да. Во-первых, я сегодня привез достаточно широкий ассортимент устриц, чтобы показать действительно, что они все разные. Это действительно разные устрицы с очень-очень отдаленных и не очень отдаленных частей света. Здесь есть и север Атлантики, здесь есть север Тихого океана, здесь есть юг Тихого океана, здесь вот все возможные части света, откуда мы сейчас можем напрямую, без всяких закладательных запретов, привозить, импортировать устрицы. Значит, что хотел сказать. Устрица – это продукт, очень важный момент, устрица – это продукт умеренно холодных океанических вод. Если взять, представить себе наш земной шарик, да, вот, грубо говоря, на уровне Москвы провести здесь линию и провести здесь линию, и понять… На одинаковом расстоянии от экватора. Да, да, от экватора, да. И понять, что вот этот вот пояс – это и есть умеренно холодные океанические воды. Это продукт океана. Я ни в коем случае не умиляю тех трудяк-работяк, которые выращивают, сейчас пытаются и выращивают устрицы в Черном море. Это, конечно, для нас маленькое спасение, потому что, ну, Россия себя поставила в такие рамки, что мы сейчас не можем есть великолепные французские, ирландские, американские устрицы. Поэтому мы, конечно, начинаем… А культура потребления растет, и, конечно, мы начинаем обращаться, пытаться это восполнить здесь. Ну, конечно, качество немножко хуже, мясистость хуже, потому что море не обладает такой большой приливной вот этой мощью, как прилив-отлив называемый, да, не обладает. И поэтому вот когда прилив-отлив, мало того, что ракушка открывается-закрывается, у нее постоянная смена давления, она то под водой, то над водой и так далее. Она же в прибрежной зоне растет. Ну, я вот был во Франции. И вот эта смена, смена вот этой вот большой воды, вот этот новый приход, это всегда приход поступления новых питательных веществ. Одна, дай просто немножко, одна 100-граммовая устрица вот такая, это фильтрует через себя до 40 литров воды в сутки. Соответственно, и этой водой она питается. Микроводоросли, микробактерии, да, микропонтон. Я был в Канкале во Франции на устричной ферме. Они в мешках лежат, ну, на открытом воздухе, не в воде. Ну, правильно, она же приходит и уходит, вода. Вода, прилив. Да. Что происходит? В природе как все хорошо же. Если бы прилив был бы, сейчас мысль, если бы, там же жарко бывает, да, летом, 40 градусов может запросто быть. И если бы днем бы не было прилива, а был бы отлив, да, тогда бы они просто умирали. Не было бы такого продукта, как там устрица, да, в природе бы, наверное. И богом все так придумано, интересно. Да, а прилив, он приходит именно днем, ночью отлив. Ночью они в темноте спокойно лежат над линой. Ведь французы, они встают рано утром, 4 в 5 утра, и бегут, пока нет воды большой, бегут, переворачивают эти ящики. И они закреплены на этих металлических основах, это называется столы. На них висят мешки. И вот они, ну, не каждый день, с периодичностью какой-то мешки отвязывают, обстукивают их, чтобы устрицы не прилипали друг к другу, чтобы устричная раковина была не такая, как вот у этой дикой, да, вот такая. Это хасанка. А это хасанка, это дикая устрица, да. А вот, допустим... Хасанка, смотри, какая кривая, косая, такая вся с юбочками. А, допустим, вот были вот такие, ровненькие, обточенные, не приросшиеся друг к другу, да, без всяких каких-то... А как она крепится? Она не крепится, они лежат просто. Ну, на фермах, да, а в природе тоже просто? В природе она вообще вот так крепится. Вот так они сидят в природе, представляешь? Не так, а вот так в природе. Если дико, дико, дико. Крышкой, кверху... Да, 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 вот так. Нам-то удобнее. То есть вот она ванночка, да, и здесь плоская крышка. А в природе они наоборот, ванночкой кверху получается? Да, и же вот так вот. И вот так же, прикольно. Да, так, я бы там не знал, да. Вот, а, конечно, когда они в пашотах, они, конечно, ровненько вот так лежат. Ну, там их перебивают. Пашотах? Пашотах, блин, мешочки эти называются чаще. Сейчас я уже один раз назвал, а сейчас забыл. Ну, вспомни еще. Да. Ладно, это... Все ясно, значит. Я посчитал здесь 10 видов устриц. Расскажи, что такое устрица сама по себе? Ты говоришь, там их существует в мире два вида, да, всего? Нет, 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 много. Много здесь представлено. Нет, 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 родители. Мы когда говорим, да, вспоминаем сразу латинские названия, да, как родоначальники того, что, ну, вот латынь именно, родоначальник сорта, да, вида устриц и так далее. Сейчас вся индустрия, европейская индустрия, вся построена на именно виде горгостреи гигас. Или так, гигантская японская, она называется еще в России, по-научному. Вот. Это устрица, как раз вот они, дикие, это они же. Хасанская, они все одного вида. Хасанская, императорская, это дикие, вот эти две, Хасанская и императорская, это приморские два вида, Владивосток, а это, да, вот пустой, вижу чуть, да. Это мы потом чуть попозже расскажем, да. А это уже, а это уже какие надо, да. Это мы про качество устриц, потом затеем. А это сахалин, это так называемая соловьевская, аниевская, ну, в принципе, это сахалинские устрицы. Вот сахалин, это край, вот устрицы любят именно умеренно холодную воду, понимаете, на сахалине они долго растут, поэтому это достаточно старая устрица, соответственно, она долго растет, соответственно, она медленно растет. Борода у нее. И у нее, да, и у нее жесткость появляется в мясе. Вот если взять вот эту кумамотку маленькую, да, вот ей там около годика, да, полтора. А это что, 100 лет, что ли? Ну, ей 8-10 лет, да. 8-10? Да. В основном производственные устрицы вот такие 100-граммовые, это 2,5-3 года. Вот это вот хороший коммерческий продукт. Вот это? Да. Ну, это когда мы говорим про эти коммерческие устрицы, да, выращиваемые. Очень много всякой информации. Давай так. Вот человек первый раз решил попробовать устрицу. Что он должен знать об устрице, чтобы начать? И, может быть, есть какой-то вид, с которого ты бы рекомендовал попробовать, чтобы не было отторжения. У меня, например, Ксюша, она, наверное, с пятого раза, что ли, начала есть устрица. Она говорит, слушай, вот этот йодовый вкус, соленое море, горькая вода. Ты всегда понимаешь сразу, конечно. Конечно, чем больше продукт, ты, наверное, знаешь, как шеф-повар, что-то не нравится, тем больше ты его поешь, тем больше к нему привыкаешь. Ну, оливки тоже. Есть такая у меня заготовочка в жизни всегда. Это коньяк мне тоже в 14 лет не нравился. Я думал, ну, как это можно пить? А сейчас ему с удовольствием. Я бы начал бы с небольшой устрицы, с молодой устрицы. Это, конечно, во Франции вообще вот, да, где люди больше всего потребляют устрицу на душу населения, они едят маленькие. Да, вот она, французский номер три. Да, великолепная. Ну, давай мы даже быстренько вскроем. Это великолепная мясистая маленькая устричка. Вот, во-первых, она на глоток. Во-вторых, она очень мясистая, хорошая. Надо есть обязательно. Вот она вот такая вот хорошенькая японская устрица. Это японская осака. Вот. Конечно, устрицу надо пожевать обязательно. Обязательно вот этот устричный ликер, так называемый, устричный сок, попробовать его, да, подвел, попробовал, губами ощутил морскую воду, соленость. Это продукт океанический. Нет, ты смотришь, как она живая и не живая. Нет, я смотрю. Но она здесь очень сильно наполнена, да, водой, поэтому очень тяжело. Чтобы здесь вот крошки не было никакой и чтобы было подрезанное, потому что не подрезанную неудобно есть. Конечно, когда мы выбираем устрицы, да, мы про это уже говорили, она должна быть холодненькая, она должна быть тяжеленькая, понимать, что она с водой. Вот у нее звук, вот я здесь показывал такой звук, и у нас был вот здесь вот. Вот она дает, сейчас я ножичку могу, вот здесь такой звук пустой, а здесь такой, вот знаешь, где-то она, вот она, где-то она вытекает. Значит, скоро она, я не могу сказать, что она плохая, мы потом откроем ее и съедим. Но она уже, скажем, начинает, да, она начинает погибать, да, где-то в какой-то момент она полежит чуть меньше там, да. А эти хорошие, плотно закрытые, они могут в холодильничке ближе к нулю полежать и 5-7 дней. Конечно, когда прихраните, надо вот так разложить их, чтобы даже если они приоткрывались, не теряли воду. Вот так, если она лежит, она приоткрылась и воду потеряла, начала погибать. А так, если она приоткрылась, на мир посмотрела, закрылась, воду не потеряла. Ой, в каком-нибудь холодильнике, в нормальном. Да, 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 в нормальном, да. Ближе к нулю, хорошо. Можно тряпочкой накрыть. Надо обязательно еще нюхать их. Конечно, запах, безусловно. Я даже могу сказать, на самом деле, важную вещь про отравление, да, устричное, которое тоже многие боятся. Во-первых, давайте есть устрицы только в тех странах, где есть культура потребления. Поймите правильно, что в азиатских странах там уже теплая вода, там достаточно бедный рыбацкий народ, который это ловит. Это все в тепле. Я говорю о том, что термически это. Там все это термически обрабатывается. Ты как шеф скажешь, что в той же Индонезии или в какой-нибудь, не знаю, Китае, не Китае, Таиланде, Вьетнаме, это делаются великолепные супы из устриц, да, делаются фритюр, обязательно термически обрабатываемая. И если вы в Таиланде пробуете живую устрицу, ну, наверное, продавец этот, он ее не будет есть. Но он это продает вам, да. Вот очень-очень тяжело получить отравление. Плюс вода имеется, вы же все знаете про такие вещи, норовирусы, да, про кишечные палочки. Вода всегда цветет, в теплых странах она больше цветет, понимаешь, и травятся, устрицами травятся именно из-за этих вот вирусов, токсичных вирусов они называются, норовирусы. Никак не поймешь, да, поэтому надо доверять той стране, тому производителю, где это поставлено на поток, где санитарно-ветеринарные службы это все проверяют, где это действительно есть культура потребления. Французы очень четко за этим следят. Каждую партию. Ирландия, Голландия, Бельгия, все страны вот это разводят. Испанцы вверх, Атлантика. Ну вот, все американцы. Американцы. Вот в Японии, ты знаешь, тоже нет особой культуры, они тоже ее фритюрят очень много. Фритюрят, они очень много продают мясо, устрицы, они тоже с ней играют, они не всегда ее живьем едят. На самом деле, как я знаю, культура в Японию поедать живые устрицы пришла тоже от американцев. А американцы, это все-таки европейцы. Это те же ирландцы, это те же европейцы, которые всю жизнь, начиная там от Древнего Рима, ели эти устрицы. Ну вот. Поэтому, конечно, разносят культуру устричную только европейцы. Новозеландцы, Австралы, это тоже европейцы. Это вся вот эта культура поедания живых устриц. Я не могу сказать, что в Корее сильная культура. В Корее, в Японии сильная культура поедания именно живой устрицы. В Китае ее очень много производят, но она вся перерабатывается на мясо. Устрицы, на соусы, на все-все вот это вот что-то такое, да. Живьем нет. Поэтому, конечно, есть бренды, мировые бренды, которые распространяются по всему миру спокойно. Здесь есть вот новозеландские устрицы, которые, да, там 20 тысяч километров сюда пролетело. Да, здесь есть устрица с Аляски, грубо говоря. Да, есть устрица с нашего Сахалина. Здесь каждая устрица сейчас, кроме вот, наверное, Марокканской, которая прилетела за 5 тысяч километров. Остальные все прилетели 8-10 тысяч километров отсюда. Сегодняшняя логистика, хранение, аэропорта, перевозка транспортом, все располагает к тому, чтобы устрицы спокойно перевозились, спокойно за 2-3 дня перемещались из одной точки мира в другую. С какой устрицы надо начинать? Человеку, который никогда не... Я бы брал производственные устрицы определенных там. Не дикие. Не дикие, не дикие. Маленькую, маленькую производственную трешечку, двушечку. Ты же уже съел, да? Да. Вот ты съел, кстати... А, ты съел... Мы сейчас найдем до открывания отдельным... Это, кстати, была новозеландская клифдом. Была сладость такая? Была я тебе все осок, осок, а это же новозеландскую ты съел. Да, она была после уже лимона. Да, 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 да. Дальше. Смотри, есть два типа открывашки. А, вообще, давай начнем с открывашки, и заодно ты и расскажешь, как нужно правильно открывать. Это что у тебя такое? Я используюсь... Вот есть два кардинально разных ножа, да? Они здесь многие похожие. Есть такие смешные даже, которыми я, наверное, ни разу не открывал и не открою. Есть очень дешевые. Вот они там, наверное, по 100 рублей максимум. Есть такие, есть более профессиональные. Долго мы их продавали, вот эти португальские ножи. Вообще, вот если кардинально, из плюса к минусу, да? Вот это один из самых популярных продаваемых ножей почему-то. Ну, и они до сих пор лежат в премиальных сетях даже. Стоят бешеные деньги. Немецкие какие-то, голландские. Но вот я не понимаю, как такую маленькую устручку, вот такую, да, можно открыть этим колуном. Да, ну это просто, да. Плюс расшатывается. Плюс, ну, как бы гарды это не обязательно. Повреждаешь в основном вот эту руку. И эту руку надо защищать вот в домашних условиях. Либо мы перчатки одеваем, да? Либо как-то вот так вот делаем. И вот лезем в устрицу. Повредить можно эту устрицу. Ну, эту руку. Это, ну, там можно чуть, если промахнулся, попал в эту руку. Ну, чуть-чуть испортил здесь, может, ручку. Да, но страдает вот эта рука, которая держит. Да, поцарапал. Поэтому загарды, как бы, ну, не имеет особого смысла здесь. Все равно я, если этот нож пролетает, действительно, ты вот эти пальцы немножко подрезаешь себя, отцарапаешь. То есть нож должен быть узкий? Я люблю, обожаю узкий нож, совершенно узкий, тоненький. Все. Подожди, не гоняй. Не гоняй. Камера за тобой не успевает. Узкий нож удобнее всего. Тонкая сталь. Никакой гарды. И массивная ручка должна быть. Для того, чтобы в руках он, ну, сидел нормально, потому что будет тонкая ручка. Такие есть. Ну, то есть, вот, например, вот, если будет такая ручка, то, конечно, ты, во-первых, себе руку здесь мазор всю натрешь. Во-вторых, ее не удержишь никогда. Есть Апинелевский. А, пинелевский? Да, пинелевский. А пинелевский тоже, он такой довольно широкий. Ну, да, да, да. Мне вообще не нравятся широкие, потому что, когда ты устрицу протыкаешь легоненько, так спокойненько, да, мы еще раз покажем. Кладешь правую руку, пяточкой к себе. Пяточкой, это в смысле? Это вот эта ваша штука. Пяточкой, да. Объясню. Все устрицы, вот какие бы мы ни берем виды, видите, в них одна маленькая особенность. Они все загнуты, как, ну, как считай, это левая нога, да, у нас, загнуты в правую. Вот, соответственно, если мы берем, делим визуально устрицу на ровные части, да, то вот от центра, вот ближе к правой руке, вот здесь будет у нее мышца, вот здесь будет мышца, вот здесь будет мышца, вот здесь будет мышца, вот здесь, вот это, это хитрая, она, она. Ну, вот попка у нее. Да, сейчас, ну, это хасанские дикие, они могут быть закручены. Ну, да, наверное, вот здесь она, да. То есть, подожди, середина, давай на большой. Давай, давай. Мы делим визуально устрицу на четыре части ровных, да, вот они. Вот так, крест. Да, соответственно, от креста к правой руке, вот здесь будет у нее мышца. Давайте, давайте это дело проверим. Я не буду залезать ни в пяточку, ни в какую. Вот он, тоненький ножичек, все. Мы его не гнем, лопатной не делаем. Как прошли, иногда можно чуть-чуть вот так повинтелить, ой, ой, покрутить винтиком таким. Здесь показывай все. Да, 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 вот так прокрутил, влез он сюда, да. Дальше вот мы пролезли. Все. Ну. Вот она, да, и мы, и мы потом, у меня он заострен, вот так прошли, царапав, скажем, по верхней крышечке. И вот она, устричка, открыта. Ну. Не сильно мы здесь чего... Ну так не тут она, а вот тут. Вот, вот она, нет, как-то вот. Вот она, вот здесь. Вот здесь я и показываю. Ну вот, смотри, смотри. Да, 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 где? Вот, видишь крест? Да. Она в верхнем, в 15 минутке, они с 15 до 30. Она вот здесь вот, а не вот здесь. Ну, вот здесь, ну, 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 чуть-чуть, может быть, да. Ну, по центру давай, по центру она где-то. Хорошо. Объясню, почему сольем. Нам устриц не жалко, у нас их много. Вот живая то, что она, показать. Устрица среагировала на открытие. Видишь, она вся скукожилась. Ну, вот сюда вот. Вот она, видите, слезает. Оп, оп, это не мы оттягиваем. Оп. Все, если мы... Вот она волнистая пошла, вот она вся, вот. Мы берем, она слезает, мы уже обратно ее не натянем. Все, вот она вся. Видишь, здесь она как ее... Она прям вся волнистая, все, она скрутилась. Все, она среагировала на открытие, она сократилась. Что хочу сказать. Конечно, вот мы... Зашла речь про отравление, да? Да. Нора вирусом и никак их. Это самое... Нора вирусом и самое популярное отравление нора вирусом. Второе по популярности, это все-таки отравление белком. Переесть устрицы. Кровь, печень скажет, все, хорош. Мы съели очень много этого продукта. У нас токсикация идет, да? Я в Люксембурге однажды съел за день, значит, сколько? Четыре дюжины. Ну, я на 35-40 ел. Да, 35-40 ел. Ну, опять же, ну, небольших. Да? Да, я... Ну, небольших двоечек там, да-да-да-да-да-да-да. Слушай, я вливал потом просто на следующий день. Люди стали такие типа, сэр, сэр, у вас все нормально. Я такой, бро-о-о-о-о. Нет, я, слава богу, спокойно все, да. Просто буду... Ну, конечно, надо знать меру, да. Дима, сколько ты лет уже этим занимаешься и какие... Ты выбрал какие-то самые любимые для себя устрицы? Может быть, в последнее время? Ты раньше же ведь такое количество не поставлял. Ты... У тебя была там одно время и Корея, потом и одно время были Дики. Да, ну, поднемножку после санкций немножко же, как бы вообще санкции очень сильно убили. Я, во-первых, занимаюсь этим уже устрицами около 15 лет, рыбы около 20. Ого. Вот. Ну, первую рыбу я начал в 2001 году, в 2005 уже начал свои поставки и так далее. Устрицы пошли, по-моему, устрицы пошли, наверное, с 7-го года, с 7-го где-то или с 6-го года. Да, устрицы пошли. Конечно, мы сидели исключительно на Франции, ведь это крутой рынок, и мы завозили, я надеюсь, на тот момент, мы именно вот эту вот всю гамму разных регионов, региональную гамму всех поставщиков из Франции. У нас было, по-моему, 28 поставщиков, вернее, 28 видов устриц. Поставщик-то это не нужно там через профессиональные рынки, это может один трейдер для тебя закупать. А вообще мы привозили 28 видов. И, конечно, санкции очень сильно ударили, потому что нас отняли Францию, Ирландию. Это самые вкусные устрицы. Для меня, я так скажу, два фактора такой, любимые устрицы, да, есть действительно любимые устрицы, есть, допустим, французскую Желардо, никто не отменял, как лидер рынка. Ирландских куча, Острегаль бренды. Вот Желардо это единственный поставщик, который гравирует каждую устрицу. Вот, конечно, это, вы представляете, какой это... Точка G каждого ресторана. Но это сейчас санкционная устрица, поэтому мы имеем ее только в виде раковинки, которая показывает, до каких вообще индустрия дошла высот, что даже гравируют свой бренд. Свой бренд делают, фиксируют наши устриц много и разных, скажем так, подделок тоже много. На самом деле, я вам скажу одну секрет, что этот логотип, логотип, или не логотип, эту гравировку научились подделывать. Представляешь, да? Китается наверняка. Украинцы. Ну, как-то так. Значит, этот вид вообще интересный. Ты открываешь Грагостре в Вергинику. Ну, возьми другую, да? Интересный запах, да? Потом откроем, попробуем. Может, даже съедим. Ну, то есть, она закрытая? Да, закрытая, вот, кстати, да. Все, запах. Везде морепродукты, это запах. Да, вот она, видишь, соблюдены все, все, как сказать, условия покупки свежих устриц, да? Которые мы с тобой, которые мы с тобой рассказали. Все соблюдено. И даже, скорее всего, мы сейчас попробуем показать, что она живая. Но, видишь, какой-то у нее идет такой очень интересный кремовый устриц, совершенно другая. Это что это за устрица? Это Вергиника. Нет, она живая, видишь? Все, да, запах вот у нее такой интересный. Это, я говорю, что это, скорее всего, она в закрытом виде уже давно. И у нее тоже есть процесс своего жизнедеятельности, да, своей. И она немножко оставляет, ну, видно, они же как-то, у них отходы как-то уходят из раковины, должны уходить, да? А она вот, допустим, дней 7 не сидела, 7-8 дней в воде. И она вроде закрытая, вроде живет, еще терпит, да? А какие-то вот жизнедеятельность какая-то у нее идет. И... Рождественные устрицы. Все производить. И откуда это в царстве? Это ближе всего от океана, скажем, к Парижу. И доставки, скажем, во времена Людовиков в основном Конкалле был поставщиком устриц. Вот, поэтому это не самый сильный регион. Самый сильный регион это все-таки Морена-Лерона, это вот там, где Бордо, немножко, где Бордо, коньяк, Ла-Рошель. Вот там самый сильный регион французский. И, конечно, они ценятся больше гораздо. Но, говорю, вкусно-то аустрица, вкусно-то аустрица, которую ты ешь, когда хорошая погода, у океана, это. Я на самом деле был в Сочи, она крутая, она крутая. Вот мы попробовали на себе, да, Василий в следующем выпуске расскажет вам, какие ощущения, в чем был вот этот прикол вот этого не совсем приятного запаха. Хотя все, говорю, все, скажем, каноны... По вкусу приятный? Я на самом деле очень много пробовал всяких устриц, мне было всегда интересно, что вот даже вот такую стухлинку, я поэтому сказал, я съем. Мне хочется, у меня никогда не было проблем с устрицами. Ну, я имею в виду. Слушай, в Сибири тоже люди бывают, знаешь, с дружком. Никогда, никогда не было проблем, да. И поэтому я наоборот вот заставляю себя взять вот даже самую какую-то неприятную, просто стоп изучить этот момент на себе. С одной стороны, глупо, но, видишь, никогда у меня никаких проблем не было. Ну, вот эта большая сравнивать, если вот с этой, это менее вкусная. Ну, конечно. Вот это вкуснее. Ну, конечно. Ну, вообще разные вещи. Она, вот говорю тебе, двух-трех годовалая, она мягкая, она нежнее гораздо. Она, это жвачка такая. Ты-то чувствовал же, да, что консистенция очень жесткая. Да, да, жесткая. Да, прям этот вкус уходит, и ты остаешься, живешь какую-то жилку. Ну, вот, поэтому, конечно, они старше. Но иностранцы все, знаешь, когда им говоришь, дикая устрица, они говорят, вау, вот это беру, вот это все не беру. Ну, привыкли, да, в Австралии есть Сидней Ракойстерс, есть дикие устрицы, есть эти, не Блаш, как они называются, Блаф, Блаф. Блаф. В Новой Зеландии Блаф устрицы есть, тоже дикие. Конечно, народ на них, это как бы для европейского человека дикую устрицу съесть, это тоже, ну, какой-то, там нет их просто в Европе, они все разводятся. И в Америке тоже. И вот найти именно дикая, да, это, наверное, как бы круто. Хотя, хотя, фермерские устрицы гораздо качественнее и по вкусу, и по всему, и правильнее их есть, потому что мы точно знаем, что вот этот вот, да, вот этот бренд японский, да, бренд, они следят за микробиологией всей, они проверяют партии. А здесь, на самом деле, вот от диких как раз тоже бывают неспокойные моменты в плане различных расстройств. Потому что мы, сами поймите, у нас море, море не так много в России, да, которое в лед не встает, у нас маленький период вылова устриц, да, у нас реально вот умеренно холодная океаническая вода, это только в Приморье, представляете, в Приморье Сахалин, все. Дальше уже холодная, в Магадане устриц нет, на Камчатке устриц нет, понимаешь, там уже вода холоднее, там всегда уже океан в лед встает очень быстро, и поэтому это, и тут маленькая Кума Мото, американский бренд на самом деле, с корнями из Японии, но американский бренд. Ну, в смысле, они выращиваются там, в Тихом Океане? Они выращиваются, да, именно в этом, в Америке. А, в Америке. В Америке выращиваются, да. Ну, там японцы, название японское. Вот, поэтому, ну, вот маленькая такая вот, годовалая, помощь, как Шима. Ну, попробуй тоже оцени ее, хотя и в этом тоже, знаешь, как говорят, вот англичане, Гиннесс же тоже продвигают, ведь устрицы едят не только, кстати, вот факт хороший, устрицы едят не только запивают вином, да, устрицы и пьют виски с устрицами, и пьют пиво с устрицами, есть же устричные стауты. Есть устричные стауты, пробуй, да. Есть устричные, прям соленая-соленая, да? Вот, есть устричные стауты, есть это. Устрицы все разные, все зависит, конечно, это. Вот, я сейчас, знаешь, немножко еще индустрия вся, сейчас же все рестораны кладут устрицы в аквариум, да, а я говорил про фильтрацию, да, и мне кажется, что когда ты кладешь один бренд там из Новой Зеландии, другой там из Японии, да, с разных частей, в один аквариум, то впоследствии хоть они и живут, но они немножко становятся одинаковыми. Хоть и мясистость у них различается, но вкусовые качества благодаря аквариуму, благодаря тому, что они фильтруют эту свою единственную воду, вот, они становятся вот такие. Ты можешь чуть подсолить воду, чуть это вот, в рамках вот этой вот доступности, там, 33 промилле, там, от 17 до 30, можешь убавить немножко аквариум, соленость, устрица это терпит, и тем самым сделать ее вкус немножко другим, вот, поэтому я, конечно, фанат, мечтаю, чтобы все рынки открылись, возможно, и нам, и мы опять получали устрицы в деревянных коробочках, вот как Желардо, вот так, вот, пожалуй, здесь дюжинка, и не продавали из аквариумов, продавали прям коробочками, ну, мы в ресторанах, в магазинах коробочками лежали, по 6 штучек, по 12 штучек, полдюжины, это вот то, как это делается в Европе, хоть и стоит поштучно, но покупают и продают, как яички, яйцо же тоже можно пересчитать поштучно, да, но продают десятками. Десятками, тридцатками? Да, во Франции же шестерками, 12, 6, шестерки, да. Скажи про сезонность, некоторые говорят, в месяца с буквой R, надо есть устрицы. Надо есть, а в которых нет? Не надо, да, конечно, существует сезон, вода теплеет, нет, мы едим с сентября по апрель, с сентября, с мая по август не едим, но это все чушь, стоп, это все чушь, потому что, во-первых, мы имеем, в данный момент индустрия имеет влезать немножко в, как сказать, генетику устричную, можно так сказать, есть устрицы двуххромосомные, треххромосомные, та устрица, которая триплоидная и диплоидная, та устрица, которая не имеет пару хромосомную, она не размножается, вот и все, это не ген, но это не генномодификация, генномодификация это когда, это такая селекция, селекция, скажем так, да, поэтому это ни капельки не влияет ни на человека, ни на что, просто они являются кастрированными устрицами, да, можно так сказать, поэтому, да, поэтому у них нету затрат энергии на размножение, и поэтому она спокойно продается круглый год, это первый момент. Второй момент, все, все здесь, все производственные устрицы, все такие, ну, практически в Японии там есть, дикие нет, дикие нет, теперь я сейчас про дикие расскажу, теперь мы с вами, вот эта устрица из Новой Зеландии, там вообще все по-другому, сейчас там зима, какая нам разница, сейчас там зима, даже если она диплоидная, двуххромосомная, она не будет размножаться, потому что у нее сейчас не июнь, а февраль, там все наоборот же, там сейчас зима в Новой Зеландии, вот и все, вот тебе ответ, ответ номер два, да, и, конечно, третий, при всем вот в этом месяце, да, вода, все зависит от воды, как она повышается, там больше 13 градусов, она начинает размножаться, все, она, о, лето пришло, начинаем раскидывать это, теплеет вода, все, начинаем размножаться, да, опять же, нюансов очень много, это лежит глубже, и на самом деле размножаются они 2-3 недели, фактически, то бишь, сегодня мы ловим в том заливе, да, она повыше сидит, там вода уже потеплела, водолазы заплыли, открыли, смотрят, она, да, рыхленькая такая, да, беленькая такая, противненькая на вкус, да, хотя тоже беременные устрицы, ешьте на здоровье, как бы, никто вас здесь, церковь в основе покарает, да, здесь нет ничего, да, просто она по консистенции своей, она может немножко вязать рот, она может немножко, опять же, ту клиночку давать какую-то такую свою, она более слабее, она просто вот, ну, она занимается размножением, все, это, это ее, да, это ее, как бы, основная функция в данный момент времени, опять же, а на следующей неделе водолазы в другую бухту, где поглубже, где вода похолоден, там еще нет этого момента, там они еще не начали размножаться, все, они собрали, опять же, они, сейчас компании уже более-менее за последние 5 лет уже стали хорошими оптовичками в Приморье, они закладывают их в бассейны, в аквариумах, опять же, 4-5 градусов температура, они опять забывают про то, что уже надо, и они отлеживаются спокойно в аквариумах у них, потом у нас, и, соответственно, в рестораны и людям уже поступают устрицы, которые либо уже, либо уже нерестились, либо которые еще не почувствовали лето. В ресторане, представляешь, приходишь такой, раз, термометр на 16 градусов, и устрицы такие, вау, в смысле, нерестится, я не про это имел в виду. Ну, пока разговариваем, видишь, одна приоткрылась, приоткрылась и уже закрылась. Ну, здесь тепло все-таки, свет, да, свет, да, все, и закрылась. Да нет, ну, им, конечно, тепло, жарко немножко, все ножи, а это не, естественно, их. Это, кстати, ты открываешь дикую императорскую устрицу. Очень хороша тем, что вот Хасанская имеет грубую такую немножко раковину, а Хасанская, она хоть нежная, вот, кстати, таким ножом. Это императорская. Это императорская, вот Хасанская. Знаешь еще, что рестораны не очень любят, потому что вот таким ножом ее не откроешь. Она очень тоненькая, у нее раковинка, и, конечно, ее вот как раз вот надо, вот, аккуратненько. Я взял другой нож. Так. Ну, чуть-чуть ее. Вот она, видишь, вообще вот здесь вот где-то. Я же говорю, первые пятнашки, все устрицы. С чего ты начал говорить, что во второй пятнашке? С чего ты взял? Вот она. Ну, посерединке получается. Вот. Давай, доказал мне. Вот. У нее очень, видишь, очень, это, очень тонкая раковина. Вот, смотрите, прям. Хоп. И все. И рестораны, ну, повара не умеют открывать. Вот они лезут вот такими ножами. И у них там и 100 штук, просто 15. Спешите нам, как произойдет. Поломанное, да. А вот мы спокойненько открыли все. Убрали это все. Как говорится, устрица не должна заметить, что ее открыли. Видишь, я очень аккуратно это, что, опять же, в ресторанах подают иногда прям кашу такую, знаешь, перемолотую. Такой, о, я открыл, наконец-то, эту вот устрицу, да. Конечно, учиться и учиться еще в ресторанах очень, ну, я, наверное, как профессионал и знаток, наверное, скажу, что очень слабая культура по открыванию. Люди не умеют открывать. Хотя вы, как зрители, можете уже устрицы видеть в любом ресторане практически московском. Но реально открывают плохо и не понимают, как это делать до конца. Работают очень крупными ножами и не все так хорошо. Слушай, зачем они под краном, зачем-то промывают. Тоже, да, есть такой момент. А вот он насорил, и все, он пошел, помыл под краном. Опять же, немножко она приснила ее. Знаешь, устрица, может, вкуснее стала, но все-таки это под краном, да. Ахлорил, да, их не пить? Да, 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 да. Ну, вкусно, вкусной воды. Еще мэр Лужков говорил, что московскую воду можно пить. Собянин тоже точно подтвердит это. Ну, вот, поэтому... Ну, конечно, да. Это, конечно, вот она. Если устрицы моют, это не просто моветон, это... Вон она, вся сокрасилась, смотри, она вообще все. Это вы берете вот эту вот морскую воду, которая находится в ней, которая имеет соленость, которая имеет йод. Микроэлементы все, да. Все, для чего мы едим. В помойку помыли хлорной водой и принесли клиенту. Ну, так часто бывает. И еще часто я говорю, вот я вначале сказал, и сейчас повторю. Простите, чтобы был подрезанный, потому что, если не подрезанный язычок, вам реально будет тяжело и трудно ее оттуда выковырить. Зачем-то кто-то придумал, что если не подрезанный, то тогда эта устрица настоящая. Ну, как бы в классической подаче, да, чтобы прерогатива... Почему? Вилочки заостренные. Прерогатива как бы самого непосредственно потребителя уже взять и вилочкой срезать, подрезать и это. Но поскольку в Америке, в принципе, поскольку везде сейчас открытые устричные бары, ты видишь, как тебе открывают чаще всего открытые кухни, то, конечно, это немножко... Но люди, это немножко уже, ну, как бы не имеет значения. Ну, хотя люди, некоторые прям, вот унесите такую, я не буду, она уже срезана, непонятно. Потому что бывали случаи в наших московских ресторанах, я знаю точно, когда брали, доставали из морозилки устрицу и клали ее туда. Бывало такое. Вот, поэтому, конечно, подрезать в конце. Обязательно еще момент, у нас жалко нет, открытый. Обязательно поднесите, не надо... Вот это еще вопрос отравления немножко, да, такой элемент самосохранения. Не надо прям вот брать и все выливать в устрицу и есть ее, да. Можно немножко поднести, вот, понюхать ароматы моря, лимончиком это и съесть. Но вот именно почувствовать устрицу, да, потом только вылить. Потому что, когда ты уже соевый, все вот это, ты можешь не заметить действительно там какую-нибудь не очень хорошую устрицу. А, ну, это хорошее замечание. Да, забить ее, да, забить сразу соусами разными. Конечно, я очень обожаю, ты знаешь, любишь табаско, да? Соевый и лимон, да. Да, и лимон, да. Я люблю, наверное, классику вот этот вот шалот, винный, красный винный уксус и мелко нарубленный шалот. Да, я даже объясню здесь, здесь, знаете, вот, ну, это мое наблюдение лично, что здесь важнее... Что там, открывает-закрывается, да? Они не такие активные, устрица. Но бывает все. Не надо прям, что она сейчас побежит, там, откроется. Вот все лежат закрыты, и вот одна, видишь, так чудит у нас прекрасно. Опа! Оп, закрывается, открывается, да. Вот она, видите, сама. Но вообще устрицы неактивные. Очень тяжело увидеть, как она шевелится. Достаточно тяжело. У нас здесь с вами сегодня устрицы из Америки, устрицы из Японии, устрицы из Марокко, устрицы с нашего Дальнего Востока, с Приморья, из Сахалина, устрицы из Новой Зеландии. Ну, да. Вот, наверное, по странам все. И они уже имеют там по несколько видов. По странам получается, ну, если Дальний Восток считать как страну, да, то, ну, да, да, правильно, российские устрицы. Слушай, слушай, шесть. А это какая? Это Вашингтон. Вашингтон. Это американская? Да. Отлично. Я сегодня немножко побалую тебя, да. Ой, я прям разные, разные. Оно интересное. О чем, ну, польза-то есть какая-то, чудо-устриц? Слушайте, ну, это природа. Природа, мы же ничего с ней не делаем. Вот, каков есть океаническая вода, что микроэлементы, чем богато железом, фосфором. Все в нем есть, разные, различные витамины А, В, да, очень много всего. На самом деле, для, опять же, я знаю, услышал, это Малышева рассказывала, у нее была целая программа про устрицы. Она говорила, что, во-первых, для мужчин, для воспроизводства, да, мышц-мужкова, для женщин то же самое, для детородной функции. Потом я слышал, что это, да, я слышал, что для женской кожи очень полезная штука, да. Ну, вот, ну, это натур-продукт, очень классный. Я, опять же, обращусь к тому, что люди, вот, бери ее, да, люди, которые выращивают на фермах, лучше есть выращенные устрицы. Почему? Опять же, да, закрепим этот вопрос. Во-первых, человек эстетику устрицы делает более красивой, устрица ровная, сама по себе друг на друга похожая, да, ровненькая, аккуратненькая. Плюс человек следит за теми водами, в которых он их выращивает, да, ведь во Франции, в Атлантике мало кто купается. Если там в Ла-Манше вдруг какой-то танкер нефтяной разливается, это же беда для всей индустрии. Это сразу просто сос бьет вся страна, потому что, действительно, во Франции устрицы очень много выращиваются, и выращиваются именно для непосредственно поедания их в живом виде. Поэтому, конечно, там, вот ты видишь, немножко так порвал, это осталось. Ну, да, да, ничего, сейчас ее туда спустишь, эту половиночку, да, и все. Да тут какая половиночка, здесь что-то вообще она такая устричка. Ну, все равно вкусненькая. Вот, кстати, она тоже. Это появится. Да, да, вон она все сокращается. Да, сокращаются они больше тогда, когда в них немножко меньше воды, когда немножко такое стрессовое состояние. Вот, она прям очень хорошо реагирует на ножичек. Они, значит, если вдруг кто-то во Франции там интересуется, но вы это можете увидеть на фермах или в магазинах, сравнить. В Европе очень много представлено устриц. У нас всегда, у нас нет, я не знаю, ни одного магазина, где бы ты мог прийти и попробовать там... Много видов, но нет, да. Они калибруются таким образом. Чем больше цифра, 4, 5, 6, да, тем меньше устриц, да. Это классическая такая французская гряда, да. А нулевки, соответственно, самые крупные, да. Есть такие устрицы, как все помнят, белон, да, плоский. Она немножко похожа вот на горгинику, на эту плоская белон. Ну, горгострея ангулата есть такая. Это, как сказать, аборигенская европейская устрица, белон. Плоская устрица французская. Вот они немножко по-другому. У них там нули, ноль, ноль-ноль, два нуля-три нуля. И там, чем больше нулей, тем она крупнее. Окей, давай. Ты их так без лимона? Угу. Ну ты уже это самое, мне кажется, столько устриц съел, что ты уже в нюансах вкуса разбираешься. Там без лимона тебе не надо. Очень круто. Ну, кстати, я первую за сегодня. Ты уже ешь, ешь, ешь. А я хоть почувствовать, про что говорю, да. Да, очень круто, интересно все. Значит, у меня до санкций, когда Франция была, я же Лордо, например, не такой был поклонник. У меня была розовая. Тарбуерш. Это срединаморская устрица. Тарбуерш. У нее панцирь. Ну, вот это вот, это же как называется? Панцирь? Ну, раковинка, да. Раковина такого розового цвета. После санкций я поклонник стал Новой Зеландии. Новой Зеландии, да. Да. Немножко другой вид. Ты именно, да. Есть там три мощных производителя. И, в принципе, все на уровне. Да, это хоть покривее, но тоже вкусная очень устрица. Новой Зеландии, она вот про того производителя, про которого ты говоришь, она по расцветке очень похожа вот на эту устрицу. Какая-то фиолетовая. Она короткая и очень глубокая. Вроде бы смотришь, устрица маленькая. Открываешь, там, блин, столько мяса и не такая ядреная вода, например, как... Да, не соленая и очень имеет сладкое послевкусие. Да, она сладкая, очень классная устрица. С дикими каждый раз, это все зависит от обстоятельств. Конечно, устрицы классные, если ты находишься в прохладном заведении. Если устрицы хорошенько охлажденные, потому что чуть-чуть теплее, вот этот йод начинает... Ты чувствуешь вкус по-другому, как с вином здесь. Здесь как с вином. Теплое, холодное. Есть, да, классичная подача температуры, подача вина, да, чтобы ты правильно понимал это. И не холодно было, и не тепло. То же самое с устрицами. Вот примерно где-то в этом диапазоне, я всегда говорил, 8, 10, 12 градусов. Это подача устриц. Вот. При выборе стучим. Вот, пустоватая. Пустая. Будет погибать или суховатая будет внутри. Да. Если она еще не открылась, значит, она уже на грани присмерти, так сказать. Где-то расколото, где-то вытекает. Да, 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 вот она. Вот она, да, все. Да. Тут она... Можно даже. И я противник, как Димка мне в свое время сказал, говорит, не открывай через задницу устрицы, потому что вот тут, во-первых, много устриц, которые через это место не откроешь, вот как здесь хвост торчащий. Подогнут. Вот здесь, конечно, можно открыть. Есть вот ножи толстые и грубые, но не это точно, я не знаю, это выродок какой-то. Вот такие толстые, узкие. Когда выворачивают сзади, отрывают все, что с тонкой стенкой ломается напополам, да. до того места, где находятся мышцы. Далее обязательно нюхайте, обязательно разговаривайте, общайтесь с поставщиком. Вы должны знать, у кого покупаете, кто привозит эти устрицы. Понимать всю логику вообще, откуда сейчас устрицы приходят, это да, чтобы... Обязательно... Понятно было их происхождение. Вы должны попробовать разные, для того, чтобы определиться и понять, какие вам больше всего нравятся. Они должны быть свежие, быстро привезенные, быстро открытые и быстро съеденные. Только тогда вы будете кайфовать от устриц, и каждый раз, когда будете летать во Францию, Испанию, Португалию, неважно куда, вы будете приходить в устричный бар за адекватные деньги с бокальчиком беленького. Понимать них, да. И будете получать счастье, кайф и так далее. А я могу сказать еще в завершение, да, уже понимаю, что мир устриц огромный. Это как вино, это даже не вино, это здесь я еще... Малую долю того, сколько их в мире есть, устриц очень много разных. Устриц надо... Их понимаешь с последствием, ты пробуешь одни, другие, третьи, четвертые, они все разные по вкусу. Они в разных заливах, в одной стране, в разных заливах, на разной глубине лежат совершенно другие устрицы. Вот есть в вине, да, когда виноградная лоза, есть такое понятие теруар, да, где виноградная лоза впитывает в себя всю природу, которая ее окружает. Вот в устрицах есть такое понятие меруарность. Все касательно... Вот все, что вокруг нее, тепло, вода, солнце... Тера и... Мера, да, меруарность. Меруарность. Все, что вокруг устрицы, дает и влияет на ее вкусы, на ее... На ее вообще все бытие и вот на ее вкус, конечно. Поэтому пробуйте разные устрицы. Не отвергайте с первого раза, они могут не понравиться. Не отвергайте этот момент, пробуйте больше, больше, больше. Наслаждайтесь жизнью, пейте вкусное вино с ними. Окей. И все? Хорошо. Все, тогда завершаем наш выпуск. Я надеюсь, что наши вливания вашего гастрономического образования не пройдут даром, потому что, ну, будем делать периодически вот такие вот гостевые выпуски, когда будем рассказывать... Профессионалами рынка, да? Профессионалами рынка, которые будут рассказывать о нюансах и так далее. Пока, всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok